Поучаствовать в масштабном форуме под говорящим названием «Лидер нового поколения». Желающих оказалось немало. Амбициозные, деятельные, активные и творческие. Потенциал каждого из ребят огромен. В них все те качества, которые присущи настоящему лидеру. К слову, победитель прошлогоднего форума Никита Павлюченко стал пионером Годы Беларуси. Пример этого юноши вдохновил берестейских ребят к достижению высоких результатов. Чтобы стать лидером нового поколения школьникам, предстояло пройти два этапа. Самопрезентация, а также творческий конкурс в дуэте со старшими. О серьезной подготовке ребят к форуму говорили их отточенные номера. Итогом нашего форума, в первую очередь, является то, что мы хотим показать, насколько у нас разносторонние есть яркие творческие дети и взрослые. Мы, конечно же, обязательно всех их берем себе на заметку. И они у нас будут сотрудничать и работать по всем направлениям. То есть они станут помощниками наших организаций в осуществлении нашей деятельности, как на местах, так и на уровне областных наших организаций. Все победы начинаются с победы над собой. Девиз Татьяны Остапович, представляющий команду Кобринского района. Открытый микрофон, такая форма выступления была выбрана не случайно. Посредством вопросов девушка смогла продемонстрировать свою гражданскую позицию, рассказать о традициях кадетского братства. Творческая часть выступления состояла из патриотических песен, исполненных школьницей. Я считаю, что это оригинально. Потом изюминка в том, что мы представляем кадетский класс, и это уже выделяет нас на фоне остальных команд. Алина Сорока и Спинска уверены, лидерами не рождаются, а лидерами становятся. Девушка, председатель палаты волонтерской движения городского детского парламента, приехала на конкурс с насыщенной программой и с четкой целью защитить созданный ею проект. Мечтает воплотить свою идею в жизнь, рассчитывает на поддержку и одобрение судейского состава. Я буду защищать свой проект «Энергия молодых на добрые дела». Его суть заключается в том, чтобы в каждой школе, в каждом учебном заведении функционировал волонтерский отряд. Так как активные люди нужны нашему обществу, и волонтеры такими являются, поэтому я хочу представить свой проект, чтобы все узнали о нем. В внимании жюри участники представили танцы, игровые программы, театральные постановки и даже юмористические зарисовки. Мы как раз пытались подобрать юмор, чтобы он был интересен и для молодежи, и для более старшего поколения. Готовились мы не так уж и долго. То есть, ну, примерно неделю нам шло на подготовку к юмористическому номеру и около двух дней на составление автобиографии своей. Пройти отбор на участие в форуме смогли 22 лидера, и эта цифра довольно существенна. Вне зависимости от того, кто станет обладателем звучного звания, ребята не останутся незамеченными. Организаторы обещают, дети будут задействованы в общественной жизни и смогут реализовать свои идеи в составе общественных объединений.